Живое исполнение песен Муслима Магомаева, Энрики Каруза, Александра Пахмутовой. В Махачкале прошел концерт победителя шоу «Голос» Сергея Волчкова. На Северном Кавказе он впервые, и впечатления у артиста самые положительные, как и зрители, оставшиеся в полном восторге от выступления Сергея. Патимат Бурзиева послушала лучший голос страны на сцене и побеседовала с ним за кулисами. Ей слово. Закрой глаза, и вот оно море, вечное и синее, всегда разное, но у каждого свое. А волны нарастают вместе с голосом, ярким, мощным, сметающим, как стихия, все вокруг. Он хоть и поет песни Муслима Магомаева, но вовсе не копия великого певца. И тут не надо ничего доказывать. В 21 веке, как и в 20-м, есть свои, признанные народом, таланты. Шикарный голос, красивый актер, исключительные профессиональные музыканты, без всякой фонограммы. Я сидела, у меня вот сердце трепыхалось. Хочется жить в этой песне, хочется петь вместе с ним, душа пойдет. Журавли в его исполнении стали настоящим хитом, а сам Расул Гамзатов – любимым поэтом. С этой сцены Расул выступал не раз, поэтому не спеть журавлей на родине ее автора Волчков просто не мог. Из-под небес попсич покрикая. Всего с тобой оставь на земле. А девушке, которая свела с ума Джигита, запала ему в душу, слышали, конечно же, миллионы зрителей. Но ни один из исполнителей песни не пробовал свои чувства выразить еще и в танце. Это оказался тот случай, когда артист просто зажег зал, а зал не остался равнодушным к такому исполнению. Северный Кавказ Северный Кавказ впервые открылся для Сергея с Дагестана. Республика порадовала солнечной погодой, великолепной национальной кухней и не менее горячими аплодисментами зрителей. У меня потрясающее впечатление с того момента, когда я сошел с трапа, когда я увидел горы, и люди улыбаются. Здесь умеют улыбаться, это самое главное. Мы сели в машину, доехали до отеля, вкусно поели баранины. А потом мы отправились на площадку и увидел очень красивый зал, и причем здесь он пропитан таким духом. Я думаю, что здесь много великих певцов, оставило вот эту вот атмосферу. И люди, которые приходят на этот концерт, они готовы открывать свое сердце, это самое главное. Два часа живого звука, но даже после такого концерта Сергей не забывает о поклонниках. Их чувства для него всегда важнее отдыха. И пусть ожидающих выстроилась целая толпа. Фотосессия на память как наглядный пример любви артиста к зрителям. Очень приятно, что сегодня я его увидел живьем, услышал живое прекрасное исполнение. Я убедился в том, что я не ошибся, когда отдавал свой голос за него. Концертом поражены, эмоции моря, то есть и волнение такое, очень-очень все понравилось. Мне кажется, таких артистов и таких вокалистов надо почаще приглашать в Дагестан, потому что такой тембр голоса настолько поражает. И именно репертуар очень понравился. После Махачкалы Сергей выступит с концертом в Краснодаре. Но обещал вернуться обратно этим летом уже туристам. Чтобы увидеть море и горы не с окна гостиницы, а гораздо ближе. Попробовать незнакомые ему кавказские блюда, станцевать лесгинку. Словом, почувствовать в полной мере истинное гостеприимство Дагестана. Патиман Бурзиева, Рустам Алибегов. Время новостей.